Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня заехал товарищ на автомобиле Nissan Qashqai 2012 год. Проблема такая, сейчас на улице прохладно стало, и когда менял воздушный фильтр салонный, снимал там заслонку. Сейчас я покажу эту заслонку электронную. Здесь мы вот разобрали сейчас бардачок. Сейчас выйдет со стороны водителя. Все по порядку объясню. Воздушный фильтр салонный стоит вот здесь, вот под этой крышечкой. Чтобы до него добраться, снимал вот этот электронный двигатель, скажем так, шагомер или шагоход, который регулирует открывание заслонки при температуре. Может быть это совпало, а может быть нет. Ну вот сейчас убавлю температуру. Вот видно. Вот получается метка, а на этой заслонке, на белой, точка, отлив. Я их совместил, они не попадали. Что получается? Левая сторона регулируется нормально. Температура с левой стороны горячая. А с правой стороны, крути не крути, она почему-то не регулируется. Ладно, эту сторону мы выставили. Получается. Максимально тепло, когда она вниз опущена. Да, здесь горячо дует нормально. А с правой стороны она не слушается. Здесь, с правой стороны, вот под бардачком, вот такая заслонка. Как я до нее добрался, сейчас покажу наглядно. Здесь вот воздуховод стоит. Сейчас в процессе покажу, как разбирал. Вот он воздуховод. Вот здесь он саморезом прикручен. Я его снял, убрал. Сейчас покажу бардачок, как устанавливать буду. Открутил двумя саморезами. Вот они, один саморез. И вот здесь второй саморез. Открутил заслонку. Шагомер, шаговый двигатель. Отвел его. Там, ну, так, покажу вам. И второй саморез. Сейчас уберу его. Вот я его убрал. Вот она, эта заслонка. Я ее повернул, получается, до конца вперед. И моторчик поставил на полную. Так. Вот я ее до конца вперед поднял. Сейчас покажу, как она двигается. Вот она отдельно ходит. Поднимаем ее до конца по часовой стрелке. И одеваем моторчик. Теперь закручиваем на место. Закручиваем второй. Теперь у нас одинаково здесь стоит. Вот сейчас у нас температура, получается, с этих верхних одинаково дует. Что слева, что справа. А то было левое горячим дуло, а правое прохладным дуло. И пассажир замерзал. С левой стороны она не регулируется. Регулируется только с правой стороны, вот как раз которой под бардачком. Сейчас мы уже можем регулировать. Вот, допустим, я убираю температуру. Все. Это вот стало прохладненьким дуть. Это дует горячим. Теперь он регулируется. У кого, если такая проблема будет, сразу залазьте с обоих сторон. Слева выставляйте пометки. Выставляйте полную температуру на печку максимальную. и выставляйте с правой стороны, вот эту заслонку до конца. Все. Теперь она одинаково дует, горячо с двух сторон. Почему она так произошла, непонятно. Может быть, какой-то сбой. Может быть, так было собрано. Я не знаю. Ну, по крайней мере, у нас получилось. Теперь ставим на место воздуховод. Закручиваем саморез. Вот здесь она почему-то не хочет держаться на защелке. На защелке надо ее натянуть и защелкнуть. Все, защелкнулась сверху. А то получалась потеря тепла здесь уходила, в ноги не дула. Так, ставим бардачок сам. Заодно сразу лампочку заменим на светодиод. Габарит. Габарит печень. Так, берем бардачок. Поднимаем вверх подсветку и заводим туда бардачок. Подсветка вот она здесь. Патрон просто вкручиваем. Патрон И переб здесь получается 4 самореза сверху 2 на за счет на скобе защелки прикручиваем их один саморез в середине бардачка сверху и два самореза вот здесь по бокам снизу а а а а все бардачок мы прикрутили теперь сбоку эту накладку защелкиваем на место и ставим а 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 все эту сторону собрали сейчас водительской стороны поставим вторую накладку а спереди заводится вот на эту направляющую а здесь две защелки все собрали чего хотели того добились заслонки у нас теперь обе стороны открывают закрывает всего вам доброго а а а а а Продолжение следует...